Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Сидникова! Сегодня расскажу немного новостей, которые произошли у меня за это время отсутствия на ютубе. И хочу предложить вашему вниманию очень вкусное варенье из послёна. Я собрала послён. Здесь у меня 2,5 кг. И буквально дня 2 назад я уже сварила это варенье. Вот пол-литровая баночка. Было у меня 900 г послёна. Очень много пересмотрела я всяких рецептов и придумала свой. Хочу с вами поделиться вот таким вкусным вареньем. Это даже не варенье, это больше джем. Посмотрите, какая консистенция. Вот. И я здесь приготовила уже вот этот кусочек хлебушка, батончика. и мы сейчас с вами я вот намажу. Вы посмотрите, какая это красота и какой консистенции это варенье. Специально оставила ложку для вас. Очень хотелось скушать. Посмотрите, какая прелесть. Друзья, это очень, очень вкусно. Поверьте, вот именно с маслом и именно вот такой консистенции варенья. Помните, я вам говорила, что мне не очень понравилось варенье из послёна. Все потому, что, видимо, варенье бывает разным. То варенье было жидким и скорее всего там было мало сахара и это варенье пятиминутка. Ну вот, буквально вскипело там 3-4 минуты и отставили. Я же варила свое варенье 25 минут. Давайте я расскажу, как это все я делала и о пропорциях. Значит, здесь сахара на килограмм варенья 600 грамм сахара. То есть, вот такая пропорция. Можно один там получается одна часть ягоды и полчасти сахара. Вот так вот. Ну, то есть, если килограмм ягоды, то 500 грамм сахара. 2 килограмма ягоды, 1 килограмм сахара. Но я делаю 600 грамм. То есть, не 500, а 600 грамм. Вот здесь 2,5 килограмма ягоды. Здесь показывают 2,700, но это 200 грамм весит тара. Вот. Значит, я положу 600, 600 и 300. Кило 200, полтора килограмма сахара я положу на вот эти, вот это количество ягод. Очень крупный послен у меня вырос. Посмотрите, посмотрите, какие ягодки прям одна в одну. И к тому же еще и говорят, что это варенье молодости и очень хорошо для зрения. Сейчас вот попробовала то, что прикрепилось у меня к перчатке, к пальчику. Друзья, это очень вкусно, поверьте. Итак, что я буду делать с этим вареньем? Я сейчас включу электромясорубку и пропущу эти ягоды через мясорубку. Потом в эту жижу добавлю полтора килограмма сахара и буду варить 20-25 минут на очень-очень медленном огне. Вот в принципе и все. И потом в стерильную банку вот у меня варенье будет кипеть, не отключая газ, не отключая плиту. варенье кипит. Я раскладываю по стерильным банкам и естественно стерильными крышками все это укрываю. Смотрите, какая красивая крышечка. Не знаю, откуда она у меня здесь. Что там написано? Какие-то какая-то трапеза. семилукская трапеза. не знаю, что-то было. Я предпочитаю вот такие винтовые крышки с банки под эту винтовую крышку. Вчера Лешик приехал, кстати, это то, что из новостей. Вот, привез баночки и по плану у нас завтра мы будем перекрывать крышу сарая. Уже закупили профлист специальный кровельный. Сегодня его привезут и будем завтра перекрывать крышу в сарае. Вот, сейчас покажу заготовки, которые я еще не опустила в погреб. Кстати, Лешик сегодня провел электричество в погребе теперь у меня свет. Был такой комментарий, ну, куда столько готовить на двоих. Друзья, есть такое выражение, я так и ответила там в этом комментарии, не сочтите это за грубость, но на самом деле это так. Люблю повеселиться, особенно пожрать. Это вот про меня. И потом нас не двое, у меня еще есть дети, у нас еще есть родственники, так что я думаю, приятно, когда вам дарят или знак внимания оказывают. Я бы, например, с удовольствием приняла в дар какую-нибудь баночку варенья. Поэтому нам немного того, что я буду закрывать. Вот сегодня опять собрала урожай. давайте сейчас покажу, что стоит здесь уже в доме вчера заготавливала и что залезем в погреб, я спущусь и покажу вам, что у меня уже в погребе. Еще по плану сегодня скорее всего будем делать короб для картофеля. Это то, что в погребе. здесь под пледом у меня отдыхают баночки. я закрывала очень вкусный салат по-корейски кабачки. Здесь морковка, кабачки, зелень кинзы, петрушки, сладкий перец, горький приправа для моркови по-корейски, уксус, соль, сахар, сладкий перец я сказала, чеснок и все. И это в общем стерилизовала. В общем все это я стерилизовала. Хоть я и не люблю стерилизовать, но уж очень вкусный этот салат мне показался. Он даже просто замаринованный вкусно и горячо. Здесь все тоже варенье из кабачков. Кстати, кабачки я сейчас чищу и прям вот получаются как ананасики. Я почему не чистила. Спасибо вам за подсказку. Я думала, что они распадутся. Ну, как бы будет кашиться. А вы мне написали, что если добавили лимон, лимон ничего не распадется. Вот. Сейчас покажу вам мое приобретение. Очень хорошую я приобрела штучку. вот такая штука для чистки овощей. И вторая ее часть это вот нарезает морковку по-корейски. Вот в тот салатик вот вот эта часть режет меленько морковку по-корейски. 100 рублей у нас в пролетарском я купила. В общем, классно. Здесь плавающие головки и чистить удобно и резать удобно. Да, друзья, чуть не забыла. В это варенье на килограмм я еще добавляю один лимон. Сок лимона и цедру. Так что уж извините, забыла, наверное, про лимон сказать. Значит, сахар здесь на килограмм полкило, ну, 600 грамм будем так считать. Ну, попробуйте полкило, может быть, вам будет достаточно. Но я на килограмм клала 600 грамм. И на килограмм один лимончик и его цедра. Сок лимона и его цедра. И кипятить 20 минут и по банкам. Получается вот такая вот красота. Я оставлю все-таки рецепт под видео. Может быть, кто-то заинтересуется. И я вам очень-очень рекомендую это варенье. здесь еще у меня вот такие огурчики. Здесь вся фишка, видите, там плавают зерна. Это зерна горчицы немолотой и это огурчики с уксусом. Здесь помидорчики в томате. Ну, вот, в принципе, и все, что здесь из заготовки. А, еще вот томатный сок закрыла. 2 литра получилось у меня. Вот, в этих бутылочках у меня прямо слюна течет. 2 литра сока. Ну, а здесь опять вот ящичек, пол ящичка помидор черри буду делать сок. А, здесь помидорчики это те, которые уже поспели. И, вот, сегодня собрала опять буренькие буду тоже либо сок делать, либо еще закрою. У меня, по-моему, уже 8 банок этих помидорчиков трехлитровых я уже закрыла. Вот такое у меня выросло сердце. Сейчас буду делать салатик. Ну, надо же! Ну, не правда ли, друзья? Настоящее сердце. Просто класс! класс! Ой, как же приятно, что у меня тоже вырос урожай. Причем неплохой. Класс! Теперь, что из новостей. Малышка остается у нас жить. Короче, так сложились обстоятельства. Я не буду останавливаться на подробностях. Но мы решили оставить это чудо у себя. То есть и мамочка, и ее дочечка остаются жить у нас. Да? Да, мое сладкое. Вот. Так что у нас теперь прибавление 5 кошечек. 5 2 кота и 3 кошечки. Вот. Маруся сейчас живет полностью в доме. На улицу как ни странно даже не подходит к двери. Уже неделю она, наверное, в доме и вообще не хочет на улицу выходить. Так что это вот тоже то, что из новостей. Маруся ее еще кормит. Как только закончится у нее молочко, ну вот завтра нам 2 месяца я имею ввиду котенку. А вот как только закончится молочко я сразу повезу Маруся стерилизовать. Ну а пока кормит пусть кормит. В общем вот такие у нас новости. Вот она пришла наша девочка. Да? Сладкая моя. Сладкая моя. Да! Вот она. Это сейчас она уже просится просится хочет мамку пососать. Да, укладывайся Марусь. Укладывайся. 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 Давай. Иди. Иди, иди. Иди. Вот она мамка. Вот. Ну. Так что вот такие у нас дела. Посмотрите как изменилась Маруся. Она поправилась. Шерсть у нее стала блестеть. потому что кушает малышка очень-очень игривая. Особенно любит с Монькой играть. Я вот не знаю смогу я смонтировать вам видео или не смогу. Вот. Пьем мы молочко. Едим корм. Сейчас я тебе поставлю твой корм. Сейчас моя сладкая. ты, наверное, кушать захотела. Вот мы кушаем шебу. Я имею ввиду влажный корм. С удовольствием. Вчера купила ей пурину сухую для котят. Но она что-то ее не хочет кушать. Не знаю. Может быть потом когда-нибудь. Ну а пока вот кушает влажный шебу. вот так что вот такие дела. Конечно вы скажете зачем вам столько котят. Могла бы я сходить вот даже завтра воскресенье можно было бы сходить на рынок. Я точно знаю что я бы ее пристроила. Но решили оставить. Кузьма у нас уже старенький котик. Вот в своем доме коты нужны. Хоть они у нас и не гуляют по улице. но вы знаете сейчас осенняя пора начнется. Идут мыши в дом. Они чувствуют когда в доме коты. Поэтому пусть живут в своем доме. Обязательно нужна кошка. Ну и еще я верю в то что коты охраняют дом от нечистой силы. Так что пусть живет. Ну вот друзья помыла я послен. Сложила его вот в такой дуршлаг кастрюлю. В свое время купила в икея. Очень рада. И очень долго он у меня был без применения. Наверное ждал моего переезда. И сейчас через мясорубку я пропущу этот послен прямо в кастрюльку в которой и буду варить варенье. Ну что друзья поехали. приехал наш стройматериал Лешик там принимает заказал Лешик доску и заказал кровельный материал кровельный профлист сейчас будем разгружать с Лешиком и завтра будем снимать шифер со старого сарая и перекрывать крышу. Вот такие вот новости. Ура! Будет сарай с новой крышей. Вот. По погоде посмотрела вроде бы как неделя будет без дождей. Что нам и надо. Последние пять листов забрали профлиста именно шоколадного цвета. Вот. Сейчас ребята разгрузят. Дорого все, друзья. Недешево. Я честно говоря не знаю. но смесь которую Леша привез из Москвы специально для того чтобы сделать штукатурить пристройку. профлист, доска для крыши. Где-то 600 долларов все это обошлось. Все. Бегу. Сейчас будем Леша помогать. Ну что друзья. Вот такая красота получилась. Весь послен я перемолола. Вот готовые пакетики с сахаром. На два с половиной килограмма ягоды послен я всыплю полтора килограмма сахара. один пакетик посол и от этого пакетика я тоже возьму полкило то есть пол пакетика. Затем потру цедру двух лимонов и отожму сок из этих же двух лимонов и все вылью сюда же в кастрюльку. Маруся теперь у нас смотрит в окошко с другой стороны дома вот именно в это окошко она билась перед родами и в ту же ночь родила прелестных троих котяток. Ну а я продолжаю готовить варенье. Итак я натерла вот цедру двух лимонов и сок отожму на вот такой сок давки соковыжималки опять же икея и все это вылью в наше вот такое красивое варенье. Кстати друзья оно если попробовать сейчас его на вкус ну просто не какущее. Вот как интересно что происходит с ягодой после варки и получается такая вкуснятина. Это вот загадка. Итак лимоны отжаты цедра тоже уже здесь ой какое красивое сочетание посмотрите и я отправляю сок двух лимонов достаточно больших лимонов в наше варенье. Все включаю газ пока на большой огонек и жду когда варенье закипит и потом на медленном огне буду кипятить варить 20 минут. Ну а пока варенье кипит я простерилизую баночки в духовке. Так ставлю на вот этот режим двойное сверху снизу. Я еще вы знаете придумала вот сейчас пока духовка холодная я на дно вот так вот лью немножко воды для пара но это совсем не обязательно будем считать что это мой бзик поставила полную духовку банок конечно они мне все не сейчас не пригодятся но зато уже будут простерилизованы я потом их накрою стерильной крышкой и баночки будут готовы ставлю я где-то на градусов 120 150 все закрываю на 5 минуточек кстати сегодня приобрела вот такие баночки квадратные вот с такими большими горлышками трехлитровые у нас купила в чаплыгине по 56 рублей за банку и 13 рублей вот такая крышка видите большая десяточка вот интересные баночки мне понравились вот две упаковочки по 6 штучек то есть 12 баночек я еще прикупила очень уж понравилась и форма банки такая вот интересный квадратик и то что горлышко большое для солений для огурчиков ну и вообще у меня конечно пролезает рука в банку в обычную но здесь будет вообще со свистом очень очень удобно а вот уже закипает варенье сейчас я сделаю огонек поменьше потом совсем на минимум и помешивая пусть оно кипит 20-25 минут ну а там смотрите по консистенции какая вам нужна вы видели это варенье такое варенье джем такое густое я бы сказала друзья короче вот уже с 15 минут прошло получается 20 минут у меня кипит варенье но консистенция меня не устраивает в общем я сделала вывод чем больше ягоды тем естественно дольше нужно кипятить вот я хочу чтобы оно конечно еще остынет загустеет но мне хотелось бы чтобы оно было еще гуще поэтому я еще минут 10 его прокипячу а потом разолью по банкам то есть это все индивидуально в зависимости с какое количество ягоды было у вас послём допустим у меня вот два с половиной килограмма и кипит у меня уже 20 минут а когда было 900 грамм за 20 минут уже ну как бы гуще было варенье поэтому смотрите сами как говорится какая вам консистенция нужна столько времени и кипятите вашу вкуснятину ну вы посмотрите на эту милоту морозь нуляк полежи она хотела покушать где ложись иди ложись ложись да я кусить хочу давай давай пока варится варенье я подхожу здесь и любуюсь влюбуюсь влюбуюсь милотой просто класс на это можно смотреть вечно ладно не буду вам мешать ну вот еще стало гуще видно что варенье уварилось я вот сужу по краю кастрюли по берегам вот еще пять минуточек и буду разливать короче в итоге получится где-то сорок пять минут сорок пять минут два с половиной килограмма ягоды по слюм я говорю ну вот сорок пять минут прошло вот такая у меня получилась консистенция я не отключаю плиту и разливаю в баночку стерильную баночку смотрите какая красота какой цвет красивый в общем и буду закатывать все варенье готово ну вот друзья результат значит из двух с половиной килограмм ягоды послен получилось пять пол-литровых баночек и одна половинка пол-литровой баночки но уверяю вас ее скоро не будет этой половинки правда Лешек ой какое же красивое вот так что готовьте очень очень вкусное варенье 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 варенье